Девушки отдыхают Дазлов, Клокверков, Квоп Ну и по банам забанили антимага LGD Gaming и боятся они Ancient Operation Есть еще герои, которыми можно фармить Вич и Гейминг в принципе могут сейчас Phantom Lancer забрать себе И будут абсолютно правы, потому что против Гирокоптера кто-то должен воевать Или Луна, например Сэнд Кинг от Вич и Гейминг Такая вот история Сэнд Кинг в роли саппорта, скорее всего, да Потому что Клокверк отправится на сложную линию от Ice 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 А Фенерир будет играть Наверное, на Сэнд Кинге и Фа, я думаю, заберет себе Дазла Квинов Пейн это мидлейн супер И герой для Хао еще отсутствует Но посмотрят на остальных, кого тут брать Есть Phantom Lancer, есть Луна Есть Спектра от Вич и Гейминг тоже Не первый раз может зайти Так что Варианты есть Минута о LGD Gaming LGD только что Только перетянулись сюда в этот матч Вич и Гейминг их ждали здесь еще со вчера LGD обыграли команду Virtus.pro Поэтому Собственно, они И вышли в малый финал Лузеров Победитель данного противостояния Выходит На команду Evil Geniuses Которая завтра Готовится к Вот этому решающему матч Выйдет ЕГЭ в гранд-финал Не выйдет Теперь Уже под вопросом Потому что все вопросы По поводу первого участника Гранд-финала Ти-5 Расставили ЦД Собственно, все по своим местам Объяснили Вайлдкарт, не вайлдкарт Плевать абсолютно Мы там в Китае немножко не дорешали Мы здесь дорешаем Ну и LGD Gaming забирают себе Undyne Тут забавное немножко Это противостояние По сути здесь XIAO8 Точнее VG Gaming Без ROTK И XIAO8 Без команды Nubi Противостояние Против этих Ребят В гранд-финале International прошлого Уже играл XIAO8 Просто он был Немножко с другой командой Он играл за Коллектив Nubi Тогда VG Gaming Играли тоже Против XIAO8 Но были Под Руководством ROTK А ROTK За Yihoum Играл И уже слился Уже нет его Yihoum Отправились у нас домой По-моему на шестой Пятая-шестая позиция Ну и команда LGD Gaming Последний бан от них Templar Assassin От VG Gaming Заходит в бан Есть и сэф Никуда он не девался И может и здесь Залететь Квапа в пике Phantom Lancer В бане От команды LGD Gaming Ну и Теперь Луна Пэйла забанили Наверное Луна Наги нет в бане Ну не будет Керри здесь Братся Наверное Хотя Под Тамбу Это самое Но Разор От командовичей Gaming LGD Gaming Могут забрать Лина в бане Templar В бане Квапа В пике SF Я думаю Почему бы и нет Против Разора Конечно не очень Но можно закончить До того Как Разор Расформится Ember Spirit В конце концов Под масс Все эти файты Привязка И под Тамбой Стойте Терпите Ну и на мидлейн Ember Spirit Смело идет Ember Spirit Это LGD Gaming Блин Я к концу Инта Просто профессиональным Аналитиком становлюсь Вы посмотрите Что творю Мэйби забирает себе Ember Spirit Аксяуэйд Будет играть На Нандайинге Яо берет себе Дарк Сира Дальше Я не помню их Новичи Гейминг Супер Разор Фа будет играть На Сенткинге Фенрир забирает себе Дазла Клокверк Это Айс 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 И Хао забирает себе Queen of Pain Супер идет на мидлейн Разором Против Ember Spirit Нормальная история Теперь Мэйби Надо будет как-то Изворачиваться Но герокоптера Ты на мид не поставишь Это знаете ли Не алло 10 секунд Все Сайвер забрал себе Герокоптера И ММУАй Будет играть На Рубике Ну и Сайлер Отправляется На нижний лайн И за ним Гляньте Какая толпа идет Все хотят Помочь своему Мейнкере Заработать первый фраг И варианты На самом деле есть Ну увидим Когда-нибудь Рики Да конечно Увидишь Рики Чувак Заходи в папу И Вить Это вопрос из чата Там От Рики Вообще Никакого спасу нет Сайлер Уже так Просто Шлепок Какой-то Клокерку По затылку Дал И развернулся Ушел Клок Ничего здесь Особенно И не завардил А если сайз Понял Что дело Дрянь Развернулся И ушел Команда Вичи Гейминг На топ руне Уже стоит И Здесь Яуа Дарксира Стяжка на хг Сюда Смеху было бы Троих На первом левеле На хг Стянуть Красота Ну и все Разошлись с пол-лайна Мемберспиритот Мэйби Стоять против Стоять против Супера На Розоре Непростая ситуация Для Эмберспирита На самом деле Ну тут вроде как Подсейв какой-то Ксяуэйд Неужели ты останешься Здесь А может и останется А в чем проблема Пусть остается Уже Дикей по Суперу Уже Суперу Обрезали Немножко Фарм Супер Пошел Дэмэдж Ксяуэйда Вытаскивать 21 Получилось На этом пока все Так За Яо Выехали Флай У него есть подкоп Подкоп Прямо в деревья И здесь Яо И Мансит И кстати Яо еще нормально Между деревьями Разбирается Сейчас тут Поразлетаются все И Ксяуэйд Пришел Ой-ой-ой-ой-ой Как вы тут сейчас Огребете Ребята-ребята Фенрир Тут даже Вот это Вичи Гейминг Залезли Ксяу просто Красавчик И Хао Тут еще можно ловить Это я понимаю Гонганули Пацаны Просто в крипах Запутаться Ксяуэйд Так удачно вышел Не смог забрать Второй фраг Но Ассист получил Подождите Афа Так оба Оба фрага Разделено тут Ксяуэйд Просто два ассиста Получил Никаких даблкилов Золотишко Поднял 433 Не зря Пошел на сложную линию Ну и уже приходит Заманил Ну и Ксяу Здесь остается Яу приходит Ему на хелпу Мидлейна Оставили Для мэйби Здесь цена Вопроса Достаточно высока Игра за Ну немного Там 400 По-моему Тысяч Долларов По 1800 Если я не ошибаюсь Есть уже у обеих команд И надо решить Кто тут Две 100 получит Регенерация Эмбер Перед флеймгвард Второго левела 10 на 4 У него Супера Через статик Линк Раскачка И плазма Филд Есть 8-5 Счет у Супера Эмбер Ничего Тут Бодрячком Держится Вы посмотрите Перефармливает Рейнжевого Разора Его не сложно Конечно Перефармить Будучи Милишником Но понимаете Что харассит Супер должен Пожестче Мэйби Чем Чем он это Делает Статик Клин пошел 14 демеджа Это немного Но Тем не менее Ох я сегодня В дотку Закатаю После матча Я почти уверен Я это вслух Сказал Простите Так У нас уже Квапа тут Наполучал Экся Уэйд Идет На случай Блинка Ну Можно было попробовать Здесь тамбу поставить И Хау развалили На самом деле Ну айна Рубики 8 на 0 Рубика Где ты кстати Брал фраги Наверное Крипов Крипы скорее всего Лесные Рубика У Сайлера 19 на 3 Первое место По фарму Супер на втором месте 16 на 7 У него И дальше идет 16 на 6 Мэйби Очень ровно идут Мидлейнеры Что одна команда Что вторая ЛГД выигрывает по фарму Кстати Полторы тысячи И по экспертам 850 Хаун 6 на 4 Поставили Фармить Чувака 6 на 4 Хау Андайинг 2 на 2 Кто здесь фармит Здесь фармит Яу Дарксир 12 на 2 Лучше чем Хау Пошел выжигать Квапу Блинкаут Надо делать Хау Нет он до последнего Тянь Здесь тяжко была бы Хау Тут и остался бы Замес в это время На топ руне Разбирают Андайинга И быстренько Разбивают Еще и тамбу Так ЛГД потеряли По галдету Порядка 600 По экспириенсу 500 В пользу Данного коллектива И посмотрите Ребята Из 4 сильнейших команд 3 китайские Одна американская Европа Отдыхает СНГ Тем более Отдыхает Так Коги пошли От Клока Айсайсай Спасает Свою шкуру И уходит Отсюда Мэби В это время 23 на 6 Супер Оцепляет Римнант Есть Привязка Есть Ксяуэй Тамбу Под ноги Супер Супер Не подсейв Дазл Не успевает Не успевает Не успевает Дазл прокачать Шалугрейв Чтобы его сейчас дать Дазл пока у нас Бешалугрейва Хотя 3 левел Ебыл у него Или только сейчас Получил Я так и не понял В любом случае Развалили Мидлейнера Команда Вичи Гейминг Супер В таверну 509 голды LGD И 460 Экспириенса Тоже для них Сайлер 32 на 4 LGD опять В плюс По золоту Более 1000 Голды LGD И Экспириенс Штука Для них Китай против Китая Когда-то я помню Такие игры За 19 минут Заканчивались Но это был Гранд Финал Там В принципе Игра Так по стольку По скольку Была Не очень важная А здесь важно Конечно Здесь будут Затягивать Дарксир Пришел Помочь А В чем Твое предназначение Дарксир Отлично Помог Яу Избавил От Избавил От возможности Фарма Эмберспирита Чтобы Не сложно Ему было Так под смоком Сейчас на хг Зайдут По идее Супера видят Ой Супер Врывается Должны ловить Супера Супера Скорее всего Здесь оставят Финри Тоже здесь Шалу Грейв У него есть Вот там бой Врывается Айс-айс-айс Своего же Супера Ну и пошел За место Достаточно Выгодный Для командовичи Гейминг Разоралась Квапа Яу Лоу-хпшный Лоу-хпшный Ксяуэйд Под Шалу Грейвом Здесь разор Плазма Филдом Ни по кому Не попадает Забрали только Дазлы игроки Команды LGD Дальше забирают Еще и Забирают Еще и Айс-айс-айс Все под Айн Шеллом Кто там Участвовал в файте Поэтому проблемы Случаются Наконец-то Забрали Рубика Забрали еще и Андаинга Два в два Пока размены И Мэйби Просто Эфайя сейчас Сожрет Сердж под Мэйби И он должен Эфайя съедать Эфайя отправляется В таверну Эмберспирит его Добивает Размен 3-2 Эквапа Еще бежит Эквапа Уже ушла Под тавер Эквапу Не добить В любом случае Размен в пользу Команды LGD Получился 3-2 Ну и они по фарму Только укрепляют Свои позиции Ксяуэйт Пока в соло Фармит сложную Линию Яо в это время Но Яо Можно и в лес Сместиться А дать Ксяуэйту Подфармить Яо может Выфармивать леса Хотя здесь Наверное Для Эмберспирита Все сделали Ну может быть По Дайн Шеллам Все это фармится Очень быстро Или для Сайлара Например У Сайлара Флэккенон Есть Есть Рокет Бараж Смог пошел От команды LGD Опять будет Выход на Супер Нет На топ линию Пошли игроки Команды LGD Gaming Финрир не видит Своих оппонентов ММА видит Финрира Поднимают Финрира Приехал Шалугрейв Успевает На себя положить Но Это просто вопрос Времени Финрира Сейчас убьют Финрир в таверну Мэйби Уже Келинг Спри Блин Мидлейнер Команды LGD Gaming Просто впечатляет Очень крутой тип Очень Наказал В прошлой игре Против ВП Всю команду ВП От начала До конца Более Тысячи LGD по золоту И полторы с лишним По экспириенции Гирокоптера Уже есть По моему Барабаны Нет Нет никаких Барабанов Это у Мэйби Приобретается Рингов Че то там Пока что Просто в рейсбенд Сайвера Поймали Задуваясь В него Хаум Минус Гирокоптер Тут По денежкам ВГ нормально Большинство Получилось 560 Галдевичи Гейминг 780 Экспириенс Чуть меньше 1000 LGD И тут Почти 1200 По экспириенсу Айншелом Накрыли Эмберспирита Поэтому Если врыв будет Там под флеймгвардом Он просто Изуродует Того же супера Айншел Надо обновить Он действительно Очень убойная Вещь Это Эмберспирит Еще один Смоук От команды LGD Гейминг Они по вопросам Смоуганга Прям тут Преуспели Невероятно Постоянный Экшен Какой-то От них Все через Смоки Все Все Взвешено Интересно Видят Хао Видят Айс 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 Но далековато Игроки Обеих команд Врываться Нет смысла Смоук Сейчас Спадает С команды Вещи Гейминг Поняли Где Кто Айс 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 Прыгает На ММА Не успевает Поставить Коги Не успевает И там Бас Стоит Очень удачно И Айс 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 А здесь Заберут Если б разделил Пополам Был конечно Вариант Два секунды Здесь Айс 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 Должны убивать В итоге Дарксир умирает Айс 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 Степ аут Не может быть Улетает Айс 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 Один в один Подрались Сайлера Дальше ловим Тулдаун от Сайлера По двоим Вай Мэйби Просто Разрывает Супер Сейчас Эфа умрёт Можно дальше За Эфа Мэти Флемвард Через 7 секунд Квапа Забирает Уже Двоих Еще Эмбер Спирит в таверну. Вичи гейминг. Просто молочаги. Лоу хп Сайлор уходит. 1300 по голде. 2200 по экспириенсу. И тут чуть-чуть еще бы. И Сайлор отъехал. Но не отъехал. Клок. Еще одна ракета. Да. Полетела ракета. Где ты? Где ты? Где ты? Вот она ракета. До свидания, Сайлор. Гирокоптер в таверну. Красавец. Просто красавец. Гирокоптер, по сути, это Тим Вайп от команды Вичи гейминг. Ой, айс, айс, айс. Вот это да. Айс, 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 бэйби, бэйби. Ну и дальше. Тут что-то у Клокверка есть. Пошел дальше с Яо играть. Нормальный вард от Айса. Он видит Яо. Пока без Айншелла. Врыв пошел в Яо. И все. Батарея с аут. По идее, Яо здесь скопытится. Хотя пытается еще уйти, но это невозможно просто. И вместе с Клопой забирают Яо. Вичи гейминг. Безответных, по-моему, фрага 4 подряд. И Хао уже в панике на Клопе. Быстрее в лес. Если что, бежать. Вичи гейминг перевернули как каточку. Да, с полутора тысяч на две в плюс к себе. По золоту и по экспириенсу тоже. Более двух в пользу ВГ. Это отомстили Айсу просто за... Ой, подождите. Айсу отомстили. Это Айс продолжает мстить. Всем за все. Как раз таки Яо и разобрали. Тысяча голды у Эмбер Спирита. Есть у него Ринго Факвила. Есть ПТ, Сталш... Пурман Шилд. Мэджикон Боттл. И тысяча на руках. Как поживает супер. Брасер есть. 450 на Робов Зе Мэджик тоже есть. Пока не покупает. Ну и барабаны. Голды через... Где-то через 700 золота будут. Еще один смоуганг от ЛГД. Пора бы. Как-то застоялись. Ни у кого смока нет, поэтому никаких смоуганков. А здесь как обстоят дела. Ну, здесь два смока у Сент Кинга. Правда, никого рядом нет. FY уже приобретает себе даггер. Блин, это один из лучших саппортов вообще, которые есть, по-моему, в современной доте. FY просто потрясающе играет за ВИЧ и гейминг. У него получается все великолепно. У него Рубик просто от зубов отлетает. Руки видно, что заточены под каких-то кнопочных героев. Очень крутой. Просто потрясающе крутой. Но здесь Рубик в составе команды LGD Gaming. Здесь на Рубике ММА играет. FY правда впечатляет очень сильно. В LGD Gaming мэйби просто потрясающий мидлейнер, как по мне. А у ВГ один из топ-саппортов вообще в мире. Как-то успокоилась немножко игра. 15 минут. Дарксир практически с МЕК. У Ялпа фарма все хорошо. 61. Он там немножко отстает от Сайлера, от Мэйби, от Супера, от Хао. На пятом месте расположен. Но это так. Это вопрос времени. Конечно, ребята эти оторвутся. И может кто-то еще его переформить. Но по-хорошему тут 10 крипов это не отставание. Тем более для милишника у Флейнера. МЕКа уже готова. На Тауэр по миду заходит команда LGD. Эмбер Спирит не боится. Во-первых, Римнант где-то здесь должен находиться Эмбер Спиритовский. Во-вторых, есть МЕКа. В-третьих, у него Хаста в Баттле. Чего ему бояться? Эмбер Спирит забирает центральную вышку. Так ничего еще Мэйби не собирал себе по дэмэджу на самом деле. Мэйби ничего не покупает. Странный какой-то парень, 2000 на руках. Копит, что-то себе собирает. Ладно, в принципе его не убивают. Чего бы не потусить самостоятельно. Крипы бьются, нормально. Деньги капают, надо будет что-то купить. Пойдет и купит. Или Курьера пошлет. ММА. Деньги, в принципе, практически есть уже на Урдов Шадоуз. У Андаинга есть Клак. Долговато здесь до... Долговато до Глимер Кейп. У Гирокоптера после Угр Клаба появляется еще и Митрил Камер. Прыжок на Сайлера. БКБ здесь нет. А вот сейчас БКБ Сайлеру, конечно, очень нужен. Файер азультился. Оркит приобретает себе Хао. Не зря стояла линия. 4.05. Блин, Хао вообще здорово идет. Ого. Кда, Крипстат. Тоже нормальный топ-3. ММА на Рубике уже есть Урдов Шадоуз. Есть Транквил Боцик, Ларити, Мэджик Стик, Светок Портала. У Мэйби 3.200 на руках. Скажи, 3.500 почти. Аквила, Пурман Шилл, ПТ, Боттл, Мэджик Лонд. Ну, нормально идет по фарму, по Нэтворцу. Где-то впереди. Ну, чуть-чуть совсем проигрывает Квапе. А так, в принципе, достаточно ровный Нэтворц у него. Ну, как-то игра просто сушится начала. Команды не атакуют друг на друга. Друг друга, точнее. Не дамажат, особенно куда-то. На рожон не лезут. Ну, Мэйби уже практически готов. В Баттл Фьюри здесь, конечно, деньжища-то свои сольет. Ну, копейки слил. На самом деле. Было 100, стало 90. Класс. Потому что закупился во время. Блэкинг Барр прилетает суперу на Розориан. Команда Вичи Гейминг решила подраться. У Айса есть кукшот. Нужен Вижен. И Вижен для него получен. Закрывают Яу в коде. Яу. Под Сайленсом батарея с аут. Никуда Яу не выпускают. Мега килл от Хау. А Андаин как Сяуэйд. Так, где ульта и Фуая. Пора бы уже. Сэн Кинга просто стерла. Размен 2 в 1. В это время Рубик умирает у нас. Ну и дальше пошел файт. Умирает еще и Андаин. Вичи Гейминг уже 3 в 1. За Сайлером. Плазма Филд. Сайлер разваливается. Айс-айс-айс не жалеет вообще себя. Не жалеет соперника. И пытается уйти отсюда Мэйби. Мэйби по идее уходит. 2 в 4 файт. Ох, как круто. Это 1360 в Вичи Гейминг по золоту и 3500 по экспириенсу. И они уже ведут пятерку по золоту и 7 по экспириенсу. Незавидное положение у Мэйби. Он фармит, но... Этим фармом можно и не вывести, если дальше будут давить. Разор с БКБ. Ну супер, а тысяча голды на руках у Квапы. Есть Огреклаб. Блэкинг Барк, скорее всего, тоже собирается. Шадоу Блейд у кого здесь. Не Шадоу Блейд, наверное, Глимер Кейп у кого-то. Финрир. Финрир уже с Глимер Кейпом. 22 минуты сыграно. ВГ ведут 7 по золоту и 8 по экспириенсу. Флай по нижнему лайну. Почти готов форстафу. Саппорта командовичи Гейминг. Он в шестерке по фарму. Он просто молочак. Он за всю команду здесь потеет. И вообще ВГ видно, что потеют посильнее немного. Андайн Ксяуэйт пока вообще не заходит. 1-4-8. Такой себе Андайн постольку-поскольку. Пик ради пика получился. Ну и Эмбер, Спирит. Зарабатывает себе на Баттерфляйт. Ой, на Баттлфюре. ВГ во вражеском лесу стали. Ну, наверное, нарываются они все-таки на драку. В драке они вроде как посильнее. И последний файт это прекрасно показал. Там еще Эфай с эпицентром не влетел. Эфай вообще не влетел. Эфай где стоял, там и умер. Двинуться вообще с Энкенгу не дали. Да. Ну, команда ВИЧ и гейминг на нижнем лане. Сейчас будут постепенно забирать вышку. У Супер стоит, у Супер нормально, умер. Нормальное количество дефа. ХП предостаточно, можно стоять и танковать Тауэр. ЛГД пока не знают, что делать. Отбрасываются чем-то. Но здесь Айс-Айс-Айс постоянно Рокетфлэйр поливает. Ну, где-то какое-то количество ХП сносит. Крипы подошли. Если будет Файл за Тауэр, Файл, наверное, ворвется. Форстап у него есть, Даггер у него есть. Неужели просто вышку будут туда отдавать? Ульта пошла от Даза. Будут драться в обе. Ну, должны, прямо-таки скажем. Ворды от Вичи Гейминг. Они понимают, что их не палят. Файл тут появляется и исчезает. Появляется и исчезает. Это я показываю вижн команды ЛГД. Тут во многом зависит от Сен Кинга. Будет ли врыв или не будет. Дальше Файл. Для этого надо всех как-то собрать в кучку. Айс, айс, айс. Прямо в мумию попадает. Ну и ждем врыв от Файла. Пора. Эпицентр. Где твой эпицентр? Файл. Плохо все это смотрится. Файл тупит. Файл начинает кастовать эпицентр. Врывается в середину. Попадает на ММА. Подкоп от него. Сен Сторм. Абсолютный кухляк у Вичи Гейминга. Абсолютный. Файл под глимерки Пом пытается уйти отсюда. Хотя размен 2 в 1 в пользу ВГ. И Хао здесь еще. Хао готов подраться. Подкоп пошел по Мэйби. Мэйби под глимерки Пом старается отсюда уйти. Ну и 4 игрока команды Вичи Гейминга живы. Хао прыгает дальше. Триплкил в этом файте. Можно дальше идти на ХГ. Через 5 секунд будет Оркет. Ну и за Сайлером прыгает или нет. Ультра килл от Хао. И Мэйби тоже здесь может огрести. Есть Сайленс. Хао прыгай. Прыгай дальше. Рэмпэдж от Хао. А теперь можно и отдаваться. Да хрен там отдаваться. Хао просто спускается с хай граунда. Это Рэмпэдж от Квин оф Пейн. 13-22. Абсолютное насилие вообще. Команды ВГ. Ох, Квапа зажгла в этом файте. Фай не доконтролил там. Не доубивал, не додамажил. Перехвалил я его. А Квапа молодцом. Хао не зря стоял. У Хао Нетворц. Уже 11800. Он обгоняет Эмбер Спирита на 3 с чем-то там. Даже считать не буду. Класс. Круть вообще полнейшая. Можете же драться. Так деритесь. Развал жесточайший. По золоту ВГ десятка. По экспириенсу Вичи Гейминг 12. Фай уже не стесняется во вражеские лица. Можно драться. Преимущество есть. Преимущество достаточно приличное. Ассайс видит Сайлора. Точный фукшот. БКБ от Сайлора. Ну и уходит отсюда. Развел на Блэк Кинг Бар. Ну нормально. Еще одну секунду стерли БКБ. Следующий 8 секундный будет. Вичи Гейминг на Рошана. Давайте по артефактам пробежимся. Супер. Яша есть. Эквила. Блэк Кинг Бар. Глимер Кейп есть у Фенерира. У Хао появляется и Хипперстон. Кераса будет у Хао. БКБ тоже есть. Есть. Оркит. Денег привалило Хао дофига. Орджи Дириш. Реподрация. Яу по идее всех на хайграунд. Вот здесь стянуть. Тя вытолк. Ассайс. Лоу ХПшный. Ассайс. Командович и Гейминг начинает давить. Давить по низу. 13-25-1400 ВГ по золоту. 2-800 по экспириансу. Райс стоит себе спокойненько. В чайнах ему плевать. У Мэйби кроме Баттл Фьюри ничего так и не получилось. Хао с Аэгой. Кстати, Хао может и слиться. Вешает Шалу Грейд на него. Выхиливать, спасать как только можно. Файл улетает отсюда. Куда ты? Разор. 2000 на руках. После Сен-Жин-Яши есть БКБ. Есть Рингов Аквилов. У Квапы. Киперстоун. Оркет. БКБ. Пауэр Трэдс. По мелочи. Даззл мы видели. Тысяча на руках. У Сент-Кенга. После Даггера. Став у Физдады. Скорее всего будет Юл для Фай. Клокверк. Мека есть у Айса. Есть у него Форстаф. Ну и пора в Аганим выходить, я думаю. Андайн. Глимер Кейп. Харкан Буццы. Гирокоптер. БКБ Рингов Аквила. В Доминатор выходит гирокоптер. У Сайвера тут проблемы высокого порядка. Сайвер проигрывает и фай по фарму. Гирокоптер. Сайвер проигрывает и фай по фарму. И он. Сейчас он болит. Надо было. Идем. Проманских. Идем. Мы в Кринбе. Штар. Хау по нижнему лайну. 1700 на руках. Фай по-моему уже с Юлом. Нет, что далековато до Юла. Хотя, что далековато-то. 200 голды до Юла. Ну и команда Вичи Гейминг решила пушить. Заходят по нижнему лайну. Две минуты до потерянного Аегиса, поэтому Квапе надо в любом случае его сливать. Есть уже рецепт на Керасу. Есть ченмейл. Осталось 1300 до плейтмейла. Прыгает Фай под Копосайлору и уходит. Просто напугать. На БКБ развести или что-то такое. Квапу ракета. Зафармили. Вичи Гейминг 14 золота с 16 экспириенс. Фай уже внизу должен кастовать у нас эпицентр. Фай просто издевается над всеми. А теперь Фай как будешь заходить? Так, массовый здесь файт. Ульда пошла вот Хао. Хао прыгает на хайграунд. ММВА и в таверну. Пока что минус 2. И прыгает Фай с эпицентром. Минус 5 от команды Вичи Гейминг. Это ГГ, ВП скорее всего. ГГ, пишет LGD. ВГ просто разносят их. Просто задавили на 30 минуте. Ждали, ждали. А потом эти супер-пупер эпик раскасты и Фуай с эпицентром ворвался и расставил все точки над их. Собственно, вопрос решенный. Надо было только понять, когда будет ГГ написан. Поздравляем команду Вичи Гейминг. Они выигрывают первый матч данного Best of 3 контеста и становятся на один шаг ближе к большому финалу лузеров, который состоится завтра. Пока далеко не расходитесь. Небольшой перерыв. И смотрим на ответный матч между LGD и Вичи Гейминг. У нас International. Это команда уже топ-4. И решают, кто из них топ-3 будет. Посмотрим, посмотрим, посмотрим.